В любом, без исключения, крупном городе существуют магазины, которые специализируются на подарках и сувенирной продукции. Как грамотно составить бизнес-план и подойти к вопросу формирования ассортимента и сопутствующих услуг? Как и чем привлечь покупателей? Обо всем об этом в программе «Малый бизнес. Большие успехи». Подарок – не просто знак внимания, поэтому к выбору любых презентов от бизнеса до корпоративных стоит подойти серьезно. Сегодня мы посетили магазин «Все другое». Именно здесь понимаешь, что подарки могут быть разными, подарки могут быть другими. Первый раз мы здесь сделали большой заказ – это нашим детям на выпускной из детского садика. Мы покупали полароиды очень интересные, родители были довольны и сами дети. И это очень полезная вещь и удобно была в использовании. Ну и вот я увидела у них в Инстаграме реклама – это вот такие вот замечательные проигрыватели. То есть я думаю, что наши дети уже многие и не знают, что есть такие инструменты пыли. Поэтому мы купили и поставим в садик, и они будут смотреть и слушать музыку. В 2009 году открылся в Самаре магазин дизайнерских вещей и подарков «Все другое». С этого времени стали продавать только лучшие дизайнерские находки. Первый магазин открылся у сквера Высоцкого. Команда специально искала место в историческом центре Самары. Оно позволило стать ближе к целевой аудитории, к культурной тусовке города и одновременно избежать ассоциаций с магазинами подарков у дома, с гигантскими плюшевыми медведями и ароматическими свечами. Два года назад чуть больше уже мы переехали сюда. Это новый этап в развитии в нашем был. Получается более серьезный, укрепленный бизнес. Мы в 2-3 раза увеличили площадь, увеличили ассортимент. Сами в профессиональном качестве тоже укрепились и стали выше в наших направлениях, в нашей деятельности. И у нас очень сложная специфика. То есть вообще рынок подарков в России, его как бы нет. И мы как бы начали параллельно с нами в 2009-2010 году что-то начало появляться в Москве и в Петербурге. И мы как бы вот, несмотря как, начали просто делать этот бизнес в Самаре. Чтобы понять, какие еще вещи должны быть на полках, создатели слушали пожелания покупателей, ездили по фестивалям в других городах, регулярно следили за появлением новых дизайнеров в сети и смотрели, какие товары предлагают в московских лавках с подарками. У нас есть своя концепция, своя идея. Так, небольшая как бы миссия, как мы считаем, это формирование как бы и популяризация культуры подарков, качественных, функциональных подарков в России. Вот, потому что все, что мы продаем, во-первых, это все ново для Самары и для России в первую очередь. И каждый товар, какая бы это категория товара не было, какой бы это не был товар, там настольная игра, либо там в топора, да, либо что-то из интерьера. Каждая вещь, она в дизайне, очень классная, да, это классный дизайн. Это качество, это функциональность, это практичность и какая-то уникальность. Сергей Сараев, свой учредитель магазина, подмечает, что важно выбирать те вещи, которые нравятся самим. Именно поэтому перед тем, как выставить товар на продажу, обязательно проверяют его качество. Конечно, личная оценка не единственный критерий качества. Помимо этого, обязательно запрашивают у производителей сертификаты. Мы увидим, например, какие-то, появился новый бренд зарубежной из Швеции, очень там интересные, классные наушники, да, для прослушивания музыки появились, либо там, вот у нас сейчас новинка, это, например, виниловые проигрыватели появились в продаже. Вот, и мы связываемся, если нет контактов никаких в России, мы просто пишем сразу напрямую в компанию Швецию, да, пишем нам, вот мы представители ритейла из России, Самары, нам интересен ваш продукт, скажите, пожалуйста, как с вами можно сотрудничать, мы хотим производить ваш продукт в России, вот, либо есть какие-то компании, да, в России представители, дистрибьюторы. То есть вот это одно из направлений, получается, мы сами ищем, да, на выставках, онлайн, вот. Очень много предложений приходит напрямую от производителей, от поставщиков, то есть нам пишут, предлагают. Так пространство все другое постепенно стало заполняться коллекцией рюкзаков, фототехникой, товарами для дома, книгами и настольными играми. В итоге сегодняшний ассортимент сильно отличается от первоначального. У нас вот в этом году появилась новинка, это давичи, это деревянные пазлы. Это картины разных художников, и сами вот эти запчасти деревянные, они из дерева. И здесь вставляются очень красивые картинки пазла. Это новинка, как бы, это становится у нас хитом. Возможно, именно внимание к покупателям и ставка на атмосферу сработала магазину в плюс и помогла не только не закрыться в кризис, но и даже расшириться. Сергей уточняет, чтобы бизнес приносил прибыль и был успешным, нужно следить за трендами и постоянно совершенствоваться во всех категориях ведения своего дела. Товар-ассортимент, да, который, то есть цепляет людей, должен быть классным, вот. Затем это получается крутой сервис, да. Потом ценообразование у нас, мы должны абсолютно работать на разных клиентов. И с приездом, как бы, вот, с расширением, с приездом магазина, конечно, мы... Клиентская база у нас за 10 лет очень большая, она наработанная. И это владельцы скидочных карт, они постоянно к нам возвращаются, приходят, да. И это место-локация. Это очень в Самаре решающее, очень важное место играет эта локация, расположение. Все другое сегодня может похвастаться командой. В одну смену работает как минимум 4 продавца, которые помогут выбрать подарок, если покупатель не может определиться, что преподнести виновнику торжества. Наши сотрудники, ребята, как они консультируют, как они помогают выбрать подарок, насколько они все знают абсолютно про ассортимент, и именно все подмечивают как бы то, что классный магазин, суперский у вас персонал, сотрудники, очень отличный товар и отличный выбор. Чтобы расширить географию покупателей, все другое работает интернет-магазин, в котором можно не только посмотреть, что есть в наличии в Самаре, но и заказать приглянувшийся товар из любого города России. Интернет-магазин, то есть все другое shop.ru, мы онлайн продаем по Самаре и по России. Вот все, что в магазине есть, это что онлайн продается? По Самаре есть доставка по России. Сделать необходимые покупки намного проще, если точно понимать, куда идти. Магазин сувениров «Все другое», подарков и аксессуаров в своих стенах дает возможность провести время с пользой и приобрести различные сувениры и украшения для дома, канцелярии, книги. У нас ценная политика, что подарок можно найти, либо какую-то вещь купить, может прийти к нам школьник купить, другу подарок, либо студент, и всегда можно выбрать подарок серьезному деловому человеку уже по ценовому категории, соответственно, составляющей. То есть у нас абсолютно, получается, мы работаем на разных, получается, клиентов. Здесь продаются подарочные сертификаты, приобретение, которые выручат любого накануне дня рождения. Настольные игры всегда в подарок дарят. Это актуально, это очень классно. Книга, как говорят, лучший подарок. Книги всегда покупают в подарок и себе. Хиты всегда у нас идут. Это товары для путешествий, это вот эти вот скрэч-карты с скрэч-покрытием, где люди на карте мира отмечают места, где они побывали или где хотят побывать. Стирают как батареи, это тоже все гахи. В нашем городе создаются максимальные условия для вовлечения предпринимателей в бизнес через обучение, выставки, акции, форумы. Чтобы стать участником бесплатных образовательных мероприятий, постичь навыки предпринимательской деятельности, достаточно обратиться в Департамент экономического развития городского округа Самара. Какая поддержка происходит, что мы видим? Это, в первую очередь, информационная поддержка. Это очень круто, что появляется возможность где-то поучаствовать, побывать. И последний год нас начали приглашать при поддержке правительства, что какие-то выставки происходят в экспо-болге, где можно выставлять свой бренд, приезжают люди из других городов. И не только продавать, но и рекламироваться. Мы очень любим наш город, мы отсюда не уезжаем, мы хотим, чтобы наше дело, либо какие-то другие посторонние бизнесы развивали город, и наш город становился лучше и интереснее для жителей города, местных, и для приезжих людей, гостей города. Сфера услуг, она такая наиболее интересная, и наиболее щепетильная в подходах именно поддержки, потому что это услуги, это восприятие человека, это качество предоставления услуг. Конечно, в рамках именно сервисных услуг мы большое внимание уделяем все-таки именно на стадии обучения этих предпринимателей. То есть одно дело, когда они уже обслуживают людей, а другое дело, чтобы они понимали и знали, владели навыками вообще качественного предоставления услуг, владели навыками общения со своим потребителем, владели навыками продвижения себя в социальных сетях, и вообще работе с аудиторией, потому что все равно рынок услуг, он достаточно высококонкурентный, и, конечно, от качества предоставления услуг, от позиционирования себя на рынке, очень многое зависит, как раз зависит тот поток потребителей. И мы делаем много мероприятий, касаемо именно продвижения предпринимателей, которые производят товары, работы, услуги, потому что, ну, один из перспективных живых рынков такой, и он, и конкуренция очень высокая, поэтому вот мы в том числе поддерживаем эти направления бизнеса. Другие подарки – это воплощение таланта его учредителей, другие подарки – это их гордость, а главное свершение у них впереди. Мы горим этим, да, мы хотим это развивать, мы хотим это развивать дальше и в Самаре, и вообще в России у нас как бы есть какие-то идеи, мысли, да, для следующих этапов развития, да, и онлайн, и в России, и ритейл, как-то развивать в других городах, вот, поэтому мы сейчас вот будем действовать, будем работать над этим, и мы это очень сильно любим.